Этот конкурс отличается от прежних тем, что на нём появилось столько новых талантов, столько замечательных детей, что просто можно только восхищаться. Только восхищаться. И то, что приехало в Петербург на этот конкурс более 150 человек, это тоже говорит о том, что конкурс серьёзный, он востребован, и стремятся дети действительно здесь поучаствовать, занять места и продолжать свою творческую вокальную деятельность. Вот вы как педагог увидели для себя здесь ребят, которых было с удовольствием взяли себе ученики? Да. Честно скажу, да. Ну, человек пять взяла бы. Точно. Ну, старших, конечно. Старшая группа. Просто материалы замечательные. И достаточно хорошо обучены, но они ещё молоды, и у них всё впереди. Вокалисты ведь учатся всю жизнь. Это не секрет, и это должно быть так, потому что вокал и пение – это живой звук, живой голос. В этом году конкурс начал путешествие по России в преддверии столетия Республики Коми. В Красноярске, в Питере, в Краснодаре будет, в Москве. На ваш взгляд, куда бы ему ещё нужно было бы поехать? Ну, я думаю, что можно куда-нибудь за границу поехать. Почему бы и нет, если всё организовать? Мне кажется, это может быть, потому что есть страны, где дети тоже поют. Не во всех странах дети так увлечены и вовлечены, и увлечены. Но почему бы и нет, почему не попробовать? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!